Субтитры делал DimaTorzok В городе Бежиц, Кверская губерния Отец занимался мелкой торговлей, мать воспитывала четырех детей Своё образование Самохвалов начал в механико-техническом училище в Калязине Откуда был исключен за участие, как он пишет, в школьном революционном движении В последующем закончил реальное училище в городе Бежиц Учился в высшем художественном училище при Императорской академии художеств до ее закрытия, 1918 год Затем вернулся на родину в Бежиц, завершил образование уже в Петроградских свободных художественных мастерских в 1923 году Среди учителей особое влияние на Александра Самохвалова оказал Петров Вод, так пишут в Кипеде Пространственная система построения картины, разработанная Петром Вод, проблемы соотношения цвета и формы Увлекли Александра Самохвалова, для которого поиски своего видения образного воплощения эпохи Стали неизменными спутниками творчества Не случайно путешествие Петром Водкиным в Самаркан и работу в составе экспедиции Института истории и материальной культуры по зарисовкам и обмеру памятников Он воспринимал впоследствии как переломный момент в своем мировоззрении и творчестве Участвовал в работах по реставрации Георгиевского собора в Старой Ладоге Открыл для себя дренерусскую фресковую живопись Участвовал в выставках с 2014 года, писал портреты, жанровые картины, пейзажи Занимался плакатом, скульптурой, монументальной и станковой живописью Декоративно-прикладным искусством Иллюстрировал книги Участвовал в выставках объединений общины художников Жар, цвет и круг художников Это художественное объединение Самохвалов сумел сохранить яркие черты поэтически-вольного символизма И во вполне официальных заказных произведениях Особенно удавались самохвалу образа героинь труда и спорта Кондукторша, девушка с ядром Образы полные мажорного пафоса Именно ему принадлежит знаковое произведение советского искусства 30-х годов Девушка в футболке Да, действительно, колоссальная картина В котором наиболее полно воплотилось стремление художника К созданию образа молодого современника Понимания зрелым мастером своих живописных задач Кстати, эта картина в 1937 году на международной выставке в Париже была удостоена золотой медали Тогда же за панно «Советская физкультура», выполненное для советского павильона И за иллюстрации к истории одного города Салтыкова-Щедрина Художник получает два гран-при международной выставки Александр Самохвалов сотрудничает с ленинградским издательством «Радуга» И детгизм оформляет книги Успешно выступал как художник театра С середины 30-х годов Оформлял спектакли «Беспреданец» Островского Балетей Ленинграда «Горячее сердце» Академический театр драмы Пушкина И так далее После начала войны Самохвалов эвакуировался С Академическим театром драмы Мини Пушкина В Новосибирске Где оформил спектакли «Свадьба Кричинского», «Платон Кречет», «Аскарат» А также ряд спектаклей для Московского театра «Переда» Исполнил большое число заказных полотен Не буду перечислять тут и Киров перед физкультурниками Парад победы, появление Ленина на Всероссийском съезде Советов Ну и так далее В 1948-1951 годах Самохвалов преподавал на кафедре Монументально-декоративной живописи Выставки его произведений были показаны в 1963-1968 и 1975 годах в Ленинграде С 1932 года член Ленинградского союза советских художников Был членом многих объединений художников Скончался в Ленинграде 20 августа 1971 года На 77-м году жизни Похоронен на Комаровском кладу Жил на Васильевском, на Большом проспекте, дом 8 Ну вот и все Сегодня мы узнали о художнике Александре Николаевича Самохвалове Живописец, советский художник, график, прикладник, монументалист, плакатист Заслуженные деятели искусств РСФСР Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим картины Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok